Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по бескрайним просторам космоса. Космос. Это слово вдохновляет, заставляет нас задуматься о бесконечных и тайнах Вселенной. Сегодня мы поговорим о 50 теориях о космосе, которые заставят вас по-новому взглянуть на нашу Вселенную. Эти теории, некоторые из которых могут показаться вам совершенно невероятными, открывают новые горизонты для нашего понимания космоса. Приготовьтесь, впереди нас ждет увлекательное путешествие. Давайте начнем! Только Меркурий и Венера во всей Солнечной системе не имеют собственной Луны. В общей сложности в Солнечной системе зафиксировано более 176 спутников, как Луна. Эти спутники летают по орбите своих союзных планет и порой могут быть даже больше самого Меркурия. Если звезда будет пролетать близко к черной дырой, ее может разорвать на части. Если звезда будет пролетать близко к черной дырой, ее может разорвать на части. Группа ученых-астрономов наблюдает звезды, которые вращаются вокруг черной дыры уже 20 лет. Она уже достаточно близко к тому моменту, когда гравитационное смещение обесилит звезду и она упадет в власть черной дыры. Самая горячая планета в Солнечной системе – это Венера. В это трудно поверить, но до сих пор многие думают, что Меркурий – планета с самой высокой температурой на своей поверхности из-за близости к Солнцу. Это совершенно не так. На поверхности Венеры находится множество вулканов, содержащих атмосферных газы, которые создают парниковый эффект. Температура на всей поверхности Венеры достигает 462 градуса по Цельсию или 864 градуса по Фаренгейту. Водорост нашей Солнечной – около 4 миллиарда 570 лет. Точный возраст Солнечной системы установить довольно тяжело. Но плюс-минус 30 миллионов лет и наша планета-старушка уже существует как 4 миллиарда 571 миллион лет. При этом ученые говорят о бесконечном росте Солнца. Так, например, через 5 миллиардов лет Солнце будет в несколько раз больше прежнего, а через 7,5 миллиардов лет поверхность Солнца поглотит Землю полностью. Энцелад – энцеладус на английском. Спутник Сатурна способен отражать больше 90% солнечного света. Наверное, открытие сделали ученые, когда обнаружили спутник Сатурна под названием Энцелад из-за невероятности способности отражать солнечные лучи. Температура на поверхности этого спутника – минус 201 градус по Цельсию. Самая высокая гора обнаружена на Марсе. Только представьте, что Эверест в 3 раза меньше, чем обнаружена гора Олумпус Монс на поверхности Марса. Ее пик находится на высоте 25 километров, что делает ее в 3 раза выше, чем Эверест. Однако, не только высота этой горы поражает воображение, но и ее площадь. Площадь поверхности горы – около 114 тысяч квадратных метров, что сравнимо с площадью штата Аризона в США. Галлаху М-51 была идентифицирована как первый спиральный небесный объект. Топ-7 интересных фактов о космосе занимает галактический водоворот под названием М-51. Именно он был зафиксирован первым небесным объектом, который имел спиральную форму. Ее рукава состоят из длинных полос. Звезд вперемешку с газом и космической пылью. По-другому ее называют фабрикой по образованию звезд. Ведь под воздействием газообразного водоворота рождаются новые звезды. Один световой год – это расстояние, которое проходит свет за 365 дней. Только представьте, что свет движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. А теперь попробуйте вообразить, какое расстояние он пройдет за 365 дней. За весь год получается больше 9 триллионов километров. Длина Млешнего Пути составляет 105 тысяч 700 световых лет. Это означает, что для перемещения только в центр нашей галактики потребуется около 450 миллионов лет. Только вздумайтесь, 450 миллионов лет. Вес Солнца превышает вес Земли в 330 тысяч раз. Только диаметр Солнца больше диаметра Земли в 109 раз. И оно настолько огромное, что 1 миллион 300 тысяч планет Земля может пометиться внутри Солнца. Для лучшего понимания стоит отметить, что в пересечении на вес всей Солнечной системы Солнце занимает 99,85% от всей этой массы. На это первая десятка интересных фактов о космосе подошла к концу. Не забывайте оставлять комментарии и делиться записью с друзьями. Ну а мы продолжаем. Следы от ботинок или лунохода на Луне останутся навсегда. Как такое может быть? Очень просто. На Луне отсутствует ветер, поэтому следы, оставленные там, будут находиться вечно. Однако, на фото, сделанное американскими астронавтами, можно увидеть развивающий флаг. И кто-то может упрекнуть факт, в недостоверности будет почти прав. За исключением одной особенности, которую знает не каждый. Дело в том, что фото было сделано на телескопическую стержень, из-за которого и появляется рябь на фото, которая отчетливо видна только на флаге. Из-за гравитационной разницы, те, кто весят на Земле 100 кг, на Марсе весят 38,1 кг. Удивительно. Но факт, что благодаря гравитации, вес всего, что попадает на Марс, уменьшается. Именно, учитывая эту особенность, ученые отправляют космических дроидов на Марс, чтобы загружить их новыми образцами грунта или ископаемыми. А вы знали, что Юпитер имеет 79 спутников? Юпитер является самой богатой планетой на спутнике. Он насчитывает 79 обнаруженных спутников, и среди них и самый огромный, который даже больше Меркурия. Диаметр самого большого спутника под названием Ганимет около 5262 км. Его, кстати, можно рассмотреть через астрономический бинокль. День на Марсе длится 24 часа 39 минуты 35 секунд. Этот интересный факт порождает мысль, что на Марсе почти такое же количество дней, как и на Земле. И вы будете не правы, поскольку Марс вращается вокруг Солнца медленней, то и дней в году там гораздо больше. Марсианский год насчитывает 687 дней, почти в два раза больше, чем на Земле. Путник НАСА для зондирования кратеров обнаружил воду на Луне. Интересным фактом можно назвать открытие спутника НАСА для зондирования кратером на Луне. До сих пор считалось, что нынешнее условие Луны не подходит для существования воды на ее поверхности. Теперь же стало ясно, что вода могла выжить на двух постоянно затемненных полюсах Луны. Полный оборот Солнца происходит примерно за 30 дней. Полный оборот планеты Земля осуществляется за 24 земных часа, а вот на поворот самой большой звезды в нашей Солнечной системе уходит от 25 до 35 земных дней. Земля – это единственная планета, которая не носит названия Бога. Удивительно, но интересным остается тот факт, что одна лишь Земля не носит названия Бога. Никто не знает, как наша планета получилась в свое название и по сей день известно. Лично слово «Земля» было образовано от сочетания двух слов, пришедших из Древней Германии и Англии. Интересно, что из-за Солнца и Луны на Земле происходят приливы и отливы. Причиной всех мировых приливов является поворот из Земли вокруг орбиты. Каждый прилив означает, что Луна находится с этой стороны планеты. Это происходит из-за гравитационного протяжения Луны и Солнца. Интересным фактом можно считать размер Плутона. Расстояние Плутона по экватору меньше Соединенных Штатов Америки. Его расстояние приблизительно, как от Лондона до Денвера, около 90 километров. Белые дыры существуют, согласно царице наук математики. Ученые математики допускают возможность существования белых дыр, которые по своему строению являются в полной противоположности черной дыре. Да, пока человечество их не обнаружило, но одно ясно уже даже сейчас. Белые дыры представляют собой огромное пространство-время, в которое ничего не может попасть извне. Хотя свет и материя может ускользнуть изнутри. На этом поп-20 интересных фактов подошли к концу. Надеемся на вашу поддержку в виде репостов и комментариев. Заранее спасибо. Венера имеет больше всего вулканов, чем любая другая планета в нашей Солнечной системе. Венера считается самой вулканической планетой. На ее поверхности обнаружено более 1600 крупных вулканов, включая гигантский вулкан Маат Монс, который в высоту 8 километров. Однако, все вулканы давно потухли и в настоящее время извержения нет ни на одной из них. Голубое свечение урана связано с газами на ее поверхности. Атмосфера урана состоит из газов, таких как водород, гелий и метан. Метан, который находится в верхних слоях атмосферы, отфильтровывается весь красный свет Солнца и отражается синий свет Солнца обратно в космос, придавая ему голубой вид. Удивительно, что четыре планеты в нашей Солнечной системе являются газовыми гигантами. Такие планеты, как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун состоят в большом проценте соотношений и газов, нежели из твердых существ. Они имеют относительно небольшое твердое ядро, остальные части планеты состоят из водорода и гелия. Уран имеет 27 известных человек и спутников. Спутник нашей планеты Луна, а Уран имеет целых 27 спутников. Лун из 27 спутников 5 огромные по размеру и 22 маленькие. Среди огромных спутников можно выделить спутник Титания. Титания занимает 8 место по размеру в нашей Солнечной системе и имеет диаметр 1578 километров. Один сезон на Уране равен 21 земному году. Интересным фактом можно назвать наклон Урана, который делает один сезон равным 21 году на планете Земля. Наклон Урана составляет 97,77 градусов. Такой наклон делают сутки на Уране короче, чем на нашей планете. Одни сутки на Уране равны 17 часам 14 минут и 24 секунды. Спутник Нептуна Тритон вращается вокруг планеты в обратном направлении. Интересным фактом можно назвать вращение Тритона вокруг Нептуна. Тритон единственный спутник, который вращается вокруг своего союзника в обратном направлении. Тритон постепенно приближается к Нептуну. Это постепенно сближение ученых заметили давно и наблюдают и по сей день. Тритон медленно, но верно движется на Нептун, что в конечном итоге может разорвать его и образоваться еще одно кольцо вокруг Нептуна, когда у Нептуна будет больше колец, чем у Сатурна. Убительный факт, что звезды в космосе больше, чем песчинок на нашей планете. Это с трудом поверить, но звезды в космосе больше в 10 раз, чем песчинок на планете Земля. Интересным фактом является то, что в телескоп можно расследить больше 70 сексиллионов звезд прямо со Земли. Чтобы сделать один оборот вокруг Солнца, Нептун тратит 165 земных лет. Нептун был открыт человечеством в 1846 году, а это значит, что с момента открытия он сделал только один оборот. Из-за своей скорости вращения в 5,43 км в секунду. Нептуну требуется около 60 190 дней для совершения полного оборота вокруг Солнца. Самый большой спутник Плутона – Харон. Вдвое меньше Плутона. Удивительным фактом делает не столько размер Харона, сколько то, что Плутон и его спутник всего повернуты друг к другу одной и той же стороной. Этот эффект называется как проливная блокировка. Международная космическая станция МКС – самый крупный пилотируемый объект, когда-либо отправленный в космос. МКС имеет длину около 109 метров и летает примерно в 400 км над Землей. Также Международная космическая станция является третьей по яркости объектов в ночном небе. День на Плутоне длится 6 дней – 9 часов и 36 минут. Из-за низкой скорости вращения один день на Плутоне равняется 153 часам. Сатурн занимает второе место по величине в нашей Солнечной системе. Планета Сатурн имеет радиус 58232 км, и это в 9 раз больше, чем у нашей планеты. Такие размеры ставят Сатурн на второе место по величине после Солнца. Однако, его плотность куда меньше, чем Земля. Вес Сатурн всего 1,8 от Земли. Блэкс Аэро – это единственный спутник в Великобритании, который запускается с помощью британской ракеты. Блэкс Аэро было спроектировано в 1960-х годах и используется для запуска всего 3 года – 1961 по 1971 год. В 2019 году его подняли совместно аварий, посадки, и теперь его можно посмотреть в Паникуике, Шотландия. С планеты Земля видно лишь 5% Вселенной. Вселенная состоит из темной энергии на 68% и на 27% из темной материи. Они обе невидимы из телескопа, а это значит, что все, что мы видим – это только оставшиеся 5% от космоса. Свет летит от Солнца до Земли меньше, чем за 10 минут. Поверхность Солнца излучают фотоны, которые долетают до поверхности Земли за 8 минут 20 секунд. Вращение Земли все время замедляется. Интересным фактом о космосе можно назвать воздействие Луны на нашу планету. Под воздействием релинога-эффекта Луна замедляет Землю. Это означает, что в прошлом дни на нашей планете были короче. Скорость 120 км в час потребуется 258 дней, чтобы объехать кольца Сатурна. Длина колец Сатурна составляет около 281 635 км, хотя их толщина всего 3,05 метра. Космос находится в 50 км от поверхности Земли. Конечно же нет официальной границы начала космоса, но в астрономических документах и космических договорах фигурирует цифра 50 над уровнем моря. МКС делает оборот вокруг Земли каждые 92 минуты. МКС делает оборот вокруг Земли каждые 92 минуты. Скорость МКС, летящей на орбите, составляет 17150 км. Звезды мерцают, когда проходят через атмосферу Земли. Звездный свет появляется при прохождении атмосферы нашей планеты и зависит от ветра и температуры в ней. Именно это заставляет звезды мерцать, когда вы на них смотрите. Любая жидкость, летающая в космосе, формируется в сферу. Конечно же речь идет про свободную жидкость, а происходит это из-за поверхности натяжения, которые происходят из-за дисбаланса сил межмолекулярного протяжения. Подобное явление можно увидеть на низкой околоземной орбите. Только 4 планеты в Солнечной системе являются внутренними. Планеты, которые вращаются поближе к орбите к Солнцу, называются внутренними. К внутренним планетам относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс. Интересно, но факт. Человечество знает о Марсе и Луне больше, чем об океане. Если взглянуть на карту Марса и Луны, то можно обнаружить 100% изученной поверхности, когда поверхность океана отображается лишь на 5%. Луна всегда повернута к нам одной и той же стороной, вне зависимости, где вы находитесь. Этот интересный факт является закономерностью, потому что Земля и Луна крутятся всего с одной и той же скоростью и по заданным осям. Это явление называется синхронным движением и приливной блокировкой. Наша галактика является спиральной. Во Вселенной существует несколько типов галактик. Эллиптические, спиральные и неправильные. Наша галактика Млечный Путь является спиральной. В галактике Милку Вау больше 100 миллиардов звезд. Из-за всех известных человеку галактик Млечный Путь содержит больше всего звезд. При помощи невооруженного глаза вы можете увидеть около 7 галактик. Конечно же, вы не всегда можете осознать, что вы видите галактику. Но с Земли видно галактику Андромеда М31, Мегалановы облака, Млечный Путь, треугольник М33, Омега, Центавра и карликовую сфероотдельную галактику Стрельца. В 2016 году ученые обнаружили радиосигнал возрастом 5 миллиардов световых лет. Ученые в штате Нью-Ю, Мексика в 2016 году смогли поймать радиосигнал возрастом 5 миллиардов световых лет на большую решетку ВЛА. А только представьте, что сигнал был послан, когда планеты еще не существовало. Самая близкая галактика к нашей Вселенной – Андромеда. Расстояние от нашей галактики до галактики Андромеды около 2,5 миллионов световых лет. Перед открытием Андромеды считалось, что ближайшая галактика – это Мегаланово облако. Вам понравилось? Если вам понравилось, статья «Интересный факт о космосе», не забывайте оставлять комментарий и делиться с друзьями. Всем спасибо!